Привет, друзья! С вами Рома и канал Просто Симулятор. В последнее время компания Gen Software, разработчики Farming Simulator 22, регулярно нас радуют всевозможными новостями касательно второго сезонного абонемента. Совсем недавно они представили анонсирующий такой трейлер касательно выхода пятого пака в рамках этого второго сезона абонемента. Как вы помните, с этим самым премиальным дополнением будет добавлена в игру новая карта Zeylonka. Плюс своя техника под новые культуры, ну и, само собой, новые виды продукции. Так что там, как вы помните, будем работать с овощами. Но на этом решили швейцарцы не останавливаться и подкинули еще одну интересную новость касательно третьего самого пака в рамках второго сезонного абонемента. Будет называться он Horsch Aggravation, выйдет 25-го, друзья, Юлия на ПК и консоли. И в нем будет как, друзья, 14 машин от этого самого немецкого производителя, так и новенькая карта. И в этом коротеньком обзоре предлагаю, друзья, посмотреть на трейлеры и тизеры от разрабов и немножечко об этом поговорить. Разумеется, нам только карты подавай в первую очередь, поэтому давайте начнем с карты. Если, друзья, обратили внимание, не просто так называется ПК Хорш Aggravation. Собственно, речь идет о, скажем так, реинкарнации чешской карты Aggravation Книжмост. В свое время двое авторов, а именно Tomix и Meti7766 Modding, подготовили ее к специальному конкурсу от этой самой немецкой компании Horsch. Было это в далеком уже 2017 году. Собственно, в FES 2017 эта карта в дальнейшем появилась и у нас получила эту самую премию. Карта, если сравнивать ее с чем-то, по крайней мере, те, кто не помнит ее из тех времен FES 2017, но вот если брать современные какие-то аналоги, то вот можно взять карту модовую словацкую Carpetian Coderside. Смысл примерно тот же самый. Огромная база с кучей полезных строений и объектов. Плюс ко всему разнообразные поля. Малые, большие, разнообразный рельеф. В общем, для любителей классического сельского хозяйства. Ну и, разумеется, якорным брендовым магазином, где мы будем покупать технику, оборудку и всевозможные расходники, будет, конечно же, Хоршевский магазин. Куда же без него родимого. В общем, друзья, вот такую карту ожидаем мы в 22 ферме 25 июля. Если мы будем говорить об оборудовании, то надо понимать, что компания Horsch, как вы, наверное, знаете, многие из вас, она в первую очередь специализируется на инструментах для подготовки к почвы посеву. Ну и, разумеется, для непосредственно самого посева. Ну так вот, все 14 машин как раз про это, про работу с землей. Ну, само собой, это есть и будут в паке представлены мульчеры Культра, будут и мелкозернистый культиватор Файнер, и дисковая барана Джокер, и культиватор такой, например, как Тайгер 8 МТ. Будут и, конечно же, куча сейлок, это и серия Аватар, и Маэстро, и Пронто, и Таро 6SL. Ну и будут и другие инструменты, такие, как, например, дополнительный баг для сейлок, либо же, например, полонинчик тоже будет присутствовать в этом самом паке. Теперь о том, что касается стоимости. Те, кто купил второй сезонный абонемент по предзаказу за 2 с лишним тысячи рублей, разумеется, получится это добро бесплатно. Ну, конечно, как бесплатно, мы уже потратились на 2 с лишним косаря, поэтому, друзья, готовьтесь 25 июля, получите себе это добро. Что касается, друзья, тех, кому предстоит это добро покупать отдельно. Если сейчас покупать по предзаказу этот самый пак Hosh Aggravation через сайт разрабов, то он будет стоить без одного цента 9 баксов, ну или примерно где-то 795 российских рублей. Если покупать этот пак после, друзья, 25 июля, то будет стоить он на 1 бакс дороже. Так что имейте в виду. Если говорить в целом о моем мнении об этом самом паке, то оно значительно лучше, и мои ожидания от него, чем о двух предыдущих паков, которые касались тюковки и, разумеется, сенокоса, как вот крайний Hay & Forge пак. Абсолютно проходные, не особо сильно важные и нужные. Но вот то, что касается Horsh, это бренд, который себя хорошо зарекомендовал не только в реальной жизни, но и в виртуальном мире, Farming Simulator. И, в общем-то, друзья, думается, не один я, ожидая его. В принципе, очень симпатичный набор инструментов, которые действительно позволят дополнительно разгуляться в полях, особенно для тех, кто ждал именно этот самый бренд. Ну и, само собой разумеющаяся карта, конечно же, не новая, но интересно на нее посмотреть в новом ее обличье, как раз-таки под FS 22. Все-таки FS 17 и 22 это разные вещи. В общем-то, друзья, я не то чтобы рекомендую, но если вы выбираете между тремя подпаками, двумя вышедшими, которые выйдет третий, два первых нафиг вообще не нужны. Да, вот третий еще куда бы ни шло. Так что на этом и буду заканчивать свой обзор. Ну и, как всегда, в конце своих видео, я, друзья, желаю вам и вашим близким здоровья, всего самого наилучшего, ну и, конечно же, всем нам мирного, чистого неба над головой, да и побольше стабильности в нашей нестабильной жизни. Будет скучно в YouTube, заходите в группу канала ВКонтакте, найдете там все-таки разные интересные новости от авторов моды, ну и, само собой, разумеющиеся ссылки на скачивание наиболее интересных и любопытных модов из общего доступа, который я для вас подобрал. Ну а теперь, друзья, точно все. Надолго, разумеется, не прощаюсь, еще услышимся и увидимся здесь же, на канале Просто Симулятор. Пока-пока, друзья! Субтитры создавал DimaTorzok